В эфире программа «События» в студии Павел Баймаков. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. К зиме готовы. На площади Куйбышева прошел смотр снегоуборочной техники. К зиме готовы во всеоружие. На главной площади Самары, площади Куйбышева прошел смотр спецтехники. Службы ЖКХ и благоустройства переоборудовали машины на зимний режим работы и отчитались перед городскими властями. Снегопады им не страшны. Как будут расчищать дороги от снега, этой зимой узнала Марина Матвейшина. Мал да удал. Мини-погрузчик, несмотря на свои размеры, может похвастаться выносливостью, работоспособностью и мощностью. А уж маневренностью и мобильностью даст фору любому большому трактору. Он маленький. Везде можно проехать по тротуарам. В обслуживании очень прост. Много расходов на него не надо. Очень удобно. Еще один большой плюс погрузчика – его универсальность. Машину можно использовать и летом, и зимой. Навесное оборудование меняется в считанные секунды. Погрузчик очень легок в управлении, и даже я смогу им управлять. Здесь все понятно на интуитивном уровне. Давайте посмотрим, как у меня получится. Нажимаем на газ и поднимаем ковш. Десятки мини-погрузчиков, тракторов и самосфалов, а также знаменитой своей эффективностью погрузчик «Золотые ручки». Служба ЖКХ и благоустройства демонстрирует свою спецтехнику и ее готовность к зиме. Практически все машины переоборудованы для работы в холода. В этом году на улицы города выйдут порядка 300 единиц. Мы видим, что в принципе все готовы. И к первым снегопадам, и к последующим попробуем. И я думаю, мы справимся с теми ошибками, которые были допущены, незначительные и допущены в прошлом году. Реагенты в настоящий момент на первые снегопады заготовлены. Идет плановая подготовка и завоз реагентов к зимнему периоду 2016-2017 года. К труду и обороне готовы и дворники. Именно они будут первыми принимать удар на себя этой зимой. Бригада сформирована еще в сентябре. Марина Матвеевична, Станислав Левин, События. Соблюдать скоростной режим и смотреть на знаки. Эти нехитрые правила могли бы спасти сотни жизней. В ГАИ бьют тревогу. С начала года в ДТП пострадало более ста несовершеннолетних. В этих авариях виноваты не только водители, но и сами пешеходы. Инспекторы напоминают, правила дорожного движения существуют для всех. Сюжет Марианы Мирной. Вот тут знак, каких немного. Это главная дорога. Притормози и не спеши, когда шагают малыши. Послания юных пешеходов на красочных плакатах видны издалека. Это пост безопасности, который организовали сотрудники госавтоинспекции вместе с детским садом, чтобы привлечь внимание участников дорожного движения к правилам. Я решила проверить, а знаю ли я правила дорожного движения так же хорошо, как воспитанники детского сада номер 347. Давайте меня испытаем. С удовольствием. А знаете ли вы вот этот знак? Этот знак обозначает подземный пешеходный переход. Замечательно. А если вот этот знак? Этот знак остановка запрещена. И это правильно. Молодцы. А вот этот знак? Ну, этот знак обозначает, что главная дорога закончилась. Ну что, три из трех? Все верно. Молодцы. Ну что, я могу садиться за руль. С начала года в Самаре произошло 96 ДТП с участием детей. Двое погибли. Больше ста получили ранения разной степени тяжести. Причем среди жертв дорожных аварий и пассажиры, и пешеходы. И поэтому так важно, чтобы дети знали правила. А выучить их проще, играя, уверены в госавтоинспекции. Проводим с ними и беседы, просматриваем мультики по правилам дорожного движения, играем с ними, проводим викторины. Конечно же, выходим с ними на улицу, где в игровой форме уже некоторые элементы, которые происходят на дороге, прорабатываем. Госавтоинспекция рассказывает о правилах дорожного движения не только детям, но и напоминает водителям, что на дороге нужно быть внимательнее. Соблюдать знаки и не превышать скорость, чтобы успеть затормозить в экстренной ситуации и не допустить аварии. Марьяна Мирная, Григорий Пешаков. События. Песочница, качели и скамейки появятся в каждом дворе железнодорожного района. Такую задачу поставила себе местная администрация. О разительных переменах в жизни людей после благоустройства двора репортаж Сергея Кизоркина. Двор на семафорной двор железнодорожного района наконец-то обзавелся детской площадкой. Ребятишек здесь в выходной день собирается не меньше трех десятков, а двух лет и старше. Местные и соседские, из частного сектора. В первую неделю, вспоминает Валентина Сочнева, дети буквально ночевали на аттракционах. Они никак не могут нарадоваться. То, что есть, где-то поиграть. Еще сейчас дерутся маленько, потому что сразу не хватает всем мест. Так что, ну, вроде вот, родители в очередь их ставят. Пока привыкнут, тогда уже будет им проще и легче. Людмила Желтохина и не помнит, когда во дворе по промышленности 11 была благоустроенная, современная, отвечающая всем нормам детская площадка. Теперь ребятишкам скучать не приходится. Развлечение на любой вкус. Для будущих строителей и кулинаров песочница, летчиков и космонавтов ждут качели и карусели. Олимпийских чемпионов – спортивный комплекс. А ничего не было, кроме вот этой вот старой лазилки, так называемой, и грязной песочницы. Уже не знали, куда обращаться и что делать. Ну вот, слава богу, вняли нашим мольбам, хоть наши дети теперь при деле. Рады, очень довольны. Не то, что довольны, мы счастливы. И дети, и бабушки, и мамочки. Дворы в железнодорожном районе приводят в порядок уже пятый год. За это время успешно была реализована программа «Двор, в котором мы живем». Сейчас качели, карусели, песочницы и скамейки устанавливают вне конкурса по просьбе жителей. В этом году уже благоустроили 77 дворов. Стандартных наборов не существует. Конечно же, учитывается в первую очередь пожелания жителей. Эти пожелания направляются либо в администрацию железнодорожного района обращения, либо это приемные депутатов, которые также были перенаправлены в администрацию района. И на Совете депутатов был определен список, куда и какие мафы будут установлены. Мафы – малые архитектурные формы, то есть детские и спортивные площадки ждут своего места еще в 10 дворах железнодорожного района. И это только в этом году. На ноябрьские праздники и осенние каникулы детям будет где отдохнуть и поправить здоровье. Сергей Кизоркин, Константин Головин. События. Развитие Самары во внимании общественников на заседании регионального штаба Общероссийского народного фронта подняли важные для города темы. К обсуждению подключились эксперты и городские власти. Мнение сторон выслушала Валерия Макарова. Решать проблемы вместе. Активисты-общественники и представители городской власти за круглым столом обсудили развитие Самары. Тема номер один в повестке дня – в парковке для инвалидов во дворах. Проблема типичная для мегаполисов. Не каждый российский двор в принципе может обеспечить безбарьерную среду для инвалидов. Для них, между тем, автомобиль не просто средство передвижения, а вещь жизненно необходимая. Поверьте нам, у нас еще огромное количество трудностей, с которыми нам хочется справляться. И вместо того, чтобы жить полноценной жизнью и доказывать этому обществу, что мы совершенно конкурентоспособны, полноценны, нам нужно просто помочь. Помочь теперь стало гораздо проще. Для того, чтобы официально получить парковочное место, инвалид должен обратиться в районную администрацию. Всю дальнейшую работу специалисты берут на себя. При пообращении в администрацию мы направляем департамент транспорта, который согласован в данную схему с ГИБДД. Потом дает ее нам, и мы уже на основании этой схемы проводим либо конкурс, либо включаем муниципальный контракт для стратегии без конкурса. И, соответственно, работать проводим. Еще одной темой для обсуждения стала форма проведения публичных слушаний. Их стали проводить дистанционно. Как поясняют власти, плюсы уже оценили работающие самарцы и те, кто находится за городом. Теперь свое мнение они могут выразить в удобное для них время по интернету. Нет необходимости ехать на слушание в определенное и, возможно, неудобное место. Выгоды для бюджета, сбор мнений не требует затрат на организацию открытых встреч с жителями. По итогам заседания сформулируют рекомендации, которые городские власти всегда учитывают в своей работе. Ни одно из наших предложений не выпало из поля внимания власти. Ну вот выполнение конкретно пока 60%, а остальные находятся в работе. Но некоторые носят долговременный характер нашей рекомендации власти. Свои рекомендации Народный фронт направит в профильные ведомства. И, судя по опыту общественников, к ним городские власти прислушиваются. Валерия Макарова, Григорий Плешаков. События. Далее, коротко о других темах дня. Прием заявлений в первые классы в Самаре стартует 16 декабря. В Тольятти – 19-го. Вторая волна приема – 30-е и 25-е января 2017 года. Такие сроки установило региональное министерство образования и науки. Подать заявление родители смогут через портал образовательных услуг в сети интернет. Далее родители должны лично предоставить в школу документы. Решение о зачислении принимается в течение 7 рабочих дней. Отказать могут только при отсутствии свободных мест. У водителя Range Rover, участвовавшего в массовом ДТП в Самаре, не было страховки. Кроме того, как выяснили полицейские, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Напомним, ДТП произошло 11 октября. Range Rover, перестраиваясь из первого ряда во второй, столкнулся с попутным Audi, который, судя по видео, то ли также перестраивался во второй ряд, то ли уже завершил маневр. Обе иномарки отбросило настоявшие на встречке автомобили. В результате происшедшего механические повреждения получили 11 машин. Пассажирка одного из стоящих в потоке автомобилей получила травмы. Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Самарской области продолжает снижаться. Согласно официальным данным, за последнюю неделю зарегистрировано около 10,5 тысяч случаев острых респираторных вирусных инфекций. В сравнении с прошлыми семью днями число заразившихся в регионе снизилось на 5,6%. В областной столице почти на 9. Случаев гриппа не выявлено. Зато у коров в Шигонском районе выявили опасный вирус Мадагаскара. Нодулярный дерматит считается одной из наиболее опасных инфекций крупного рогатого скота. При острой форме у заболевшего животного резко поднимается температура тела до 40 градусов, снижается аппетит. Помимо кожных образований, при нодулярном дерматите молоко приобретает розовый цвет. Для человека вирус нодулярного дерматита не опасен, однако необходимо исключить контакт больного животного с персоналом, а в самом хозяйстве должна быть проведена трехкратная дезинфекция. В связи с этим самарские ветеринары проведут комплекс мероприятий по локализации очага инфекции и недопущению ее дальнейшего распространения. В Москве 3 ноября назовут 10 самых добрых городов России. Борются за это звание и Самара. Самые добрые города страны выберут с помощью Всероссийского марафона добрых дел, организатором которого являются представители Общественной палаты Российской Федерации. Организаторы присылают участникам задания, четыре обязательных и одно творческое. Участник должен будет самостоятельно придумать доброе дело и рассказать о его выполнении. Выполнение заданий нужно подтверждать фотографиями. Победитель акции, которого определит экспертная комиссия, получит два билета в любую точку мира. Тыновые стены и воротная башня, с чего начиналась Самара, узнали слушатели традиционных лекций «Самарской газеты» об истории города. Точный макет первых построек на берегу Волги увидел и Андрей Горгуленко. Как Самаре удалось выдержать два крестьянских восстания и несколько нападений кочевников? Макет в масштабе 1 к 500 позволяет представить не только, как выглядел город несколько веков назад, но и оценить его ландшафт того времени. Макет стал результатом объединения трех базовых точек зрения – историков, архитекторов и археологов. С точки зрения архитектуры – стыковка крепости с другими городами, целесообразность того или иного, элементы крепости, технологии его постройки и так далее. С точки зрения археологии, точные места привязок, они известны, они доказаны, поэтому здесь ошибиться очень трудно. В процессе создания историки опирались на работы архитектора Гурьянова. Именно он точно установил место Самарской крепости. Макет сделан мобильным, историки планируют привозить его в школы и проводить для детей экскурсы в самарскую историю. Главная задумка этого макета – сделать его мобильным и сделать возможным возить его по школам, представляя и показывая школьникам, и одновременно рассказывая о Самарской крепости и о ее устройстве, показывая на этот макет. Это главная задумка. На традиционных краеведческих лекциях в Самарской газете слушателей становится все больше. Идея явно пришлась горожанам по душе. С тех пор, как я закончила курсы экскурсоводов, интерес только обострился. И поэтому сейчас узнаю все новые и новые подробности. И вырисовывается такая картина мира, родного города, ранее мне незнакомая. Освоив технологию макетирования, историки подготовили еще два экскурса. Самара космическая, включающая в себя макет трех ракет, и парад 7 ноября 1941 года, который будет состоять из 23 моделей. Андрей Горгуленко, Василий Колдашов. События. Самарская газета возвращает старый и традиционный формат прямых линий с интересными людьми. В редакцию будут приглашать специалистов из самых разных структур. Гостями будут главврачи многих медицинских учреждений. Открывал серию прямых линий главный офтальмолог Самарской области Андрей Золотарев. Для него это уже не первый подобный опыт, и он уже знает, каких вопросов ожидать от жителей. В основном у людей какие-то личные неувязки, вопросы, они связаны в какой-то степени с недостаточной, может быть, доступностью помощи, с чьей-то недостаточно высокой квалификацией, может быть, из офтальмологов, с какими-то неувязками. Но, как правило, все более-менее нестандартные, интересные какие-то случаи, они, в общем-то, касаются лично кого-то из пациентов и требуют индивидуального вмешательства. А вот что вы увидите в наших следующих выпусках. Официальные комментарии и новые подробности в деле насильника-педофила. Посадили с любовью, в следственном изоляторе появился Вишневый сад. Город и поэт в Самаре открыли мемориальную доску в честь Марины Цветаевой. На этом наш выпуск завершен. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экраны своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего доброго, до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok